всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня буду готовить очень вкусную закуску это огурцы по-шведски на самом деле очень вкусный рецепт заслуживающий внимания они получаются сладковатые островатые такие пикантные ну в общем очень очень вкусные и очень необычные если вы любите простые но вкусные рецепты не забывайте подписываться на мой канал не забывайте меня поддерживать вы можете это сделав поставив лайк написать комментарий можете поделиться моим видео со своими друзьями ну а я буду стараться делиться с вами как можно чаще своими хорошими проверенными рецептами у себя в инстаграме я делилась рецептом но там я готовила из более меньших огурцов то есть там у меня огурчики были все среднего размера и я их нарезала кружочками здесь же у меня огурцы такие переростки поэтому я решила их нарезать вдоль буду нарезать тонкими пластинами затем можно в дальнейшем использовать будет и для овощных тарелок можно будет скручивать и рулетиком красиво подавать и ну в общем вариантов масса можно будет использовать для бутербродов вот и у меня огурцы уже собранные какие вчера какие позавчера поэтому для того чтобы они были хрустящими сейчас обрежу у них кончики и замочу для начала воде срезаю буквально вот чуть-чуть по минимуму для того чтобы просто вода легче попадала и кстати помните я вам показывала семена огурцов которые покупала белые должны были быть огурцы вот такие они получились конечно непривычные на вид я кстати маме даже говорила что мама если там увидишь белые огурцы это нормально не думаю что они плохие а вот на что она сказала что да я бы подумала что с ними что-то не то и теперь заливаю холодной водой и оставляю их где-то на час сильно долго в воде оставлять нельзя потому что они потом начнут портиться станут такими как бы слизкими нам это не надо поэтому заливая ненадолго нам главное вернуть им упругость нарезала я все огурцы частично нарезала пластами частично нарезала вот такими небольшими кусками снизу у меня пласты сверху вот эти кусочки буду складывать вот либо отдельно по банкам либо вниз класть пласты и сверху кусочки вот еще не решила дальше нам необходимо залить соляным раствором и у меня пропорции в рецепте даны на 4 килограмма у меня тут огурцов больше поэтому я вывела свою пропорцию а в описании под видео будет все в расчете на 4 килограмма вы можете там уже либо добавлять либо уменьшать зависимости от того сколько у вас будет огурцов теперь необходимо соль нужное количество развести в холодной воде и этой водой залить огурцы и оставить настаиваться в зависимости от толщины ваших кусочков кружочков от одного часа до трех часов я вот размешиваю соль и буду заливать также обращаю ваше внимание что необходимо их оставить на столе при комнатной температуре но нельзя оставить на солнце и также не стоит помещать в холодильник у меня здесь вот соль вся не растворилась просто добавляю сюда воду и продолжаю заливать и оставляю так просаливаться на столе периодически буду перемешивать несколько раз за это время для того чтобы огурцы равномерно распределились потому что они ну вот часть конечно же будут всплывать вот поэтому перемешаю после того как прошло время засолки нам необходимо слить воду нам она больше не пригодится откидывая огурцы в дуршлаг кстати те огурцы которые нарезала пластинами стали более эластичные и будет проще разложить по банкам теперь морковь необходимо нарезать кружочками а чеснок я нарежу такими тонкими пластинками теперь необходимо нарезанную морковь разложите равномерно по всем банкам на дно и сверху будет укладывать огурцы я буду укладывать достаточно плотно но вы смотрите по своему желанию то есть как бы можете укладывать меньше тогда у вас получится больше банок но как бы мне нравится утрамбовывать немножко для того чтобы в банках все-таки были огурцы они рассол теперь будут добавлять приправы добавлю сухих и зерен горчицы по чайные ложечки будут добавлять в большие баночки и сюда поменьше по пол чайной ложечки дальше по 3 горошины душистого перца в большие банки ну и в маленькие соответственно положу меньше и по 5 горошинок черного перца в большие банки положу по маленькому острому перцу а в маленькие банки положу куркуму ну а вы ориентируйтесь на свой вкус можете добавлять то что любите вы этот перец несмотря на то что маленький он очень-очень острый и вот поэтому выбираю который поменьше теперь разложу чеснок равномерно по всем банкам и займусь приготовлением маринада теперь необходимо приготовить маринад для этого наливаем в кастрюлю воду добавляем туда сахар теперь накрываю крышкой и довожу до кипления пока у меня будет закипать я подготовлю крышки для того чтобы закатывать у меня сахарный сироп уже закипел теперь перемешаю и вливаю уксус как только жидкость повторно закипит сразу отключаю и буду заливать огурцы одновременно поставила кастрюлю с водой и буду там стерилизовать крышки закатывать сразу горячими теперь необходимо банки поместить в кастрюлю залить водой до плечиков и простерилизовать после закипания 10 минут когда 10 минут пройдет я достану переверну крышкой вниз накрою чем-нибудь теплым и так оставлю до полного остывания ну а когда все остынет то можно убирать на хранение с банками не подрассчитала поэтому вот такие длинные огурцы которые у меня не поместились я сложила в стеклянный контейнер залила маринадом закрыла крышкой и поставлю в холодильник и где-то там через пару дней можно будет снимать пробу а вот такое количество у меня получилось но здесь конечно будет зависеть еще от того сколько много огурцов вы положите в саму банку и посмотрите какой красивый получился цвет в тех огурцах куда я добавила куркуму у меня конечно огурцы выглядит немножко странно кажется даже что это наверное не огурцы а кабачки за счет того что у меня белые огурцы здесь были частично но на вкусе это никак не отразится они кстати по вкусу ничем не хуже зеленых и теперь я банки про маркирую и отправлю на хранение маркирую я обычно крышки которые использую повторно при помощи такой ленты и она достаточно широкая поэтому я ее разрезаю напополам и уже вот на таком кусочке подписываю мне этого достаточно ну а если закатываю обыкновенными крышками то подписываю прямо на крышке закатываю много всегда маркируют для того чтобы потом следить за сроками если вам мое видео понравилось то конечно не забудьте меня поддержать ставьте лайк подписывайтесь если вы любите простые рецепты пишите мне комментарии делитесь моим видео со своими друзьями пускай нас станет больше ну а мы увидимся с вами совсем скоро всем пока пока